удивительный день сегодня у нас на канале школа здравого смысла замечательный день на самом деле потому что сегодня у нас к степени долгожданная встреча для меня но как-то я это упустил из виду свое время но слава богу мои слушатели мне напомнили вот о том о моем долге скажем так перед этим великим человеком с которым мы сегодня встречаемся на самом деле неординарный человек гордость не только дагестана но и всей российской федерации на не только российской федерации скажу по большому счету и всего на свое человечество уникальный человек это хаса или вы про него многие товарищи слышали вы многие слушатели вы люди интересующиеся поэтому безусловно слышали про хаса или его про его удивительно совершенно методику про его школу которая называется школа ключ я числом на всякий случай дам все-таки коротенькую справку о том с кем же мы сегодня встречаемся в эфире школа здравого смысла хаса или и врач психолог ученый философ автор уникальной методики саморазвития ключ родился в махачкале 4 марта слушай вообще это конечно судьба я участвую до меня сейчас только дошло а что же родился 4 марта правда 56 года мы с тобой еще и в один день родились родился махачкале но это судьба родился 4 марта 1551 года махачкале закончил дагестанский медицинский институт и интернатуру став дипломированным врачом психиатром будучи студентом увлекся психотерапии психологии рефлексотерапии начале восьмидесятых годов алиев разрабатывал для космонавтов товарищи для космонавтов методика борьбы с перегрузками стрессами работая в центре подготовки космонавтов имени юрия гагарина в это время он создал метод саморегуляции человека который назвал ключ хасам агамеевич сотрудник с силовыми структурами крупными корпорациями общественными научными организациями готовил спортсменов из россии к олимпийскому игру за профессиональную деятельность неоднократно был награжден государственными медалями и наградами благодарностями руководителями министерства ведомств а также почетными грамотами написал десятки статей для периодических изданий научных трудов и книг наиболее известными публикациями считается следующий ключ в себе разблокирование скрытых возможностей метод ключ борьбе со стрессом руководство по использованию метода ключи для специалистов детских центров реабилитации где взять силы для успеха свое лицо или формула счастья его труды переведены на десятки наставных языков и публикуются за рубежом доктор алиев создал некоммерческое учебное учреждение центра защиты от стресса и занимает нем пост генеральный директор профессор проводит лекции тренинги готовить специалистов по работе с методом ключ и ученики работают сотни городов россии европы и ближнего зарубежья вот товарищи мои дорогие слушатели школы здравосмыслов такого на замечательность сегодня гость нашей студии хасай рад приветствовать рад видеть вот эти замечательные картины здесь не было сказано о том что еще заявляешься и прекрасным художником причем картины потрясающе то есть я небольшой специалист живописи но я немножко этим занимался я прекрасно понимаю что все это конечно пронизано какой-то удивительно совершенно энергетики самое главное энергетики добра созидания любви гармонии все это общем общем то и стремимся я закончил больше я говорить не буду тебе слова дорогой пожалуйста гайма я очень счастлив что мы наконец встретились потому что три раза писал тебе письмо но видимо на старую почту и поэтому никак не получалось пока саша наш общий друг не сказал о том что я тебя записал письмо и вот и вышел на встречу я так счастлив потому что виновник нашей сегодняшней встречи садись садись да я вот там в сторонке посижу хорошо давайте значит я хочу хотел сказать что я настолько рад этой встречи не только потому что мы земляки не только потому что мы из такой республики где столько много даже коренных национальностей что удивиться можно этому может учиться вся планета как можно сотрудничать независимо от национальности независимо ни от чего быть людьми оставаться людьми и развиваться так люди поэтому я рад очень и очень благодарен что ты выразил такую готовность встречу сделать записать ее чтобы для вашей школы было и до нашей школы было потому что у меня школа называется человек будущего хомофутурус там люди из многих стран мира и мы вместе создаем науку человечности я вычислил что не о человечности а науку человечности я вычислил главные такие вот вечные ценности которые характеризуют человека это ну естественно любовь и любить любовь кстати говоря не только эмоциональная любовь к делу например не только к человеку любовь ко всему любовь чувство бесценности живого потребность сотрудничестве потребность созидания то есть это вечные ценности которые помогали всегда во всех кризисах и войнах на планете всегда помогали людям выживать и поэтому в нашей школе человек будущего хомофутурус мы совместно с людьми из разных стран мира независимо америка ли это италия ли это болгария ли это и украина ли это независимо от этого мы все сотрудничаем и показываем людям пример дружбы и созидательности когда мы переходим например я придумал такое изобретение социальное как коллективный разум и мы вместе рисуем картины вот я рисую картину а все пишут комменты там ю тубе там убавить там прибавить там немножко лицо осветить там я там немножко цвета добавите или как-то сделать и я соответственно взвешиваю все комменты как режиссер как художник как организатор что перевешивает или как и мы их дорабатываем до уровня шедевров и у нас получается и поэтому это большой пример сотрудничества так сказать не конкурентного диалога а именно с энергетического диалога когда люди не самоотверждаются и тянут одеяло на себя а вместе работают созидательно по общей цели творческой это как пример и по существу учебный процесс как в принципе можно так работать и со всяким человеком и со всеми а я как врач у меня конечно клятву гиппократа у меня дедушка кстати был и враги и был очень добрый очень добрый это очень важно что я сейчас скажу потому что дедушка мой был трудяга бесконечный у него даже был орден красного трудового знамени при этом он говорил всегда бабушке дай детям играть в детстве и поэтому я в первой книжке своей девяностом году ключ себе этом написал я поэтому очень дедушку за то что он научил нас детей любви и свободе и бабушку за то что научила нас труду потому что я вот помню как мы маленькие дети там играемся мечтаем о чем-то и вдруг бабушка говорит хасай марат и дети корову пасти там или траву для курей нарвать а ведро такое здоровое а трава такая маленькая солнце такое жаркое я вот так вот траву эту щиплю и думаю про себя вот у меня будут дети я не буду так делать чтобы дети вот твой дедушка был добряк необыкновенный трудяга необыкновенный бабушка тоже была добрая но она вот понимала что детей надо научить работать тоже вот это соединение она во мне произошло тоже поэтому я большой трудяга и внутри свободный человек и очень люблю людей и тем более как психиатр я понимаю что если человек агрессивный если человека готов убивать воровать совершать все эти грехи значит что-то у него с головой не в порядке значит либо это родовая травма либо дефект воспитания либо либо он не досыпает хронически потому что если люди не досыпают у них сразу пробуждаются всевозможные проблемы они начинают невротизироваться и вот я понял что есть две главные проблемы человека первая проблема люди не занимаются любимым делом потому что иногда они думают а зачем это кому это нужно или им не дают заниматься любимым делом потому что человек связывает любимое дело со своей жизненной потребностью а с другой стороны ему и деньги нужны вот это вот несоответствие между если я бы говорит человек буду заниматься только любимым делом то мне содержать будет кто мою семью будет кормить поэтому вот это нестыковка весь мир постоянно занят согласованием как же сделать так чтобы любимое дело доход приносил а вторая проблема у чек это зависание зависание как компьютере когда большой перегруз когда критическое напряжение большое чек зависает ну как компьютер вот и на любые кнопки нажимаешь а экран стоит и все и поэтому компьютер надо перезагрузить и поэтому я обучаю в нашей школе людей перезагрузки ну чтобы он быстро перезагружался например выходил за буквально там из высокого стресса чтобы он быстро выходил на нулевое состояние безмятежности в этом состоянии мозгового санатория быстро восстанавливался и потом снова занимался своими проблемами уже на более высоком уровне но я может долго говорю может быть надо хасай от все что говоришь все как говорится по делу и поэтому спокойно может гореть у нас формат в этом плане беседы абсолютно свободно единственно что я хотел бы обратить внимание что вот есть скажем так вот хорошо загорел о человеке будущего да и именно науки человечества почему потому что сейчас очень сильно популяризируется на западе книги этого наверное известно тебе но я на ювале харари то есть это один из главных таких сейчас как бы сказать рупоров да вот всякой швабовской теории вот у него есть не которую называют значит там homo deus да краткая история будущего то есть он буду о будущем человечества говорит его там-то совершенно противоположная картина то как они на это смотрят там человек прежде всего это биологически такой но какой-то степени робота для которого нужно добиваться определенных вещей постоянно стремление к счастью постоянно к семье стремление к продолжению жизни там речи не идет о том чтобы вот как ты об этом говоришь но человек как-то скажем так базируется таких принципах любовь там солидарность справедливости на всех прочих там совершенно другие факторы поэтому наш разговор крайне важны именно сегодня но на мой взгляд для того чтобы хотя бы уберечь человечество от это вот чисто биологическое такого пути какого-то развития который призывает безусловно гибели тоже самого человечества именно именно поэтому наша школа существует я ее придумал потому что я много лет назад задумался каким он будет человек будущего не имею ввиду там самолеты ракеты и так далее я имею ввиду каким человек будет через тысячи тысячи лет я где-то интуитивно понял что он будет такой же как и мы он будет также страдать также переживать также сотрудничать сопереживать его будет таким же только более здоровым и поэтому более счастливым чем мы в будущем потому что жизнь показывает что человек постепенно все более более становится осознанным и и по существу моей школе все мы учимся как переводить инстинктивные действия защитных реакций при стрессе в осознанные упражнения и когда человек берет и делает то что он обычно дело инстинктивно делает осознанно как упражнение у него происходит фантастическое изменение положительную сторону я пример маленький приведу вот я на олимпийских играх китая я поддерживал нашу национальную сборную по парусу там парень ко мне приходит и говорит суши у меня так трясет так трясет через два часа гонки у них гонки называются на парус через два часа гонки а меня трясет пойти массаж что ли сделать я говорю не надо тебя трясет до встань потрясись могу еще и дурак что ли я бы да нет но организм просит тебя чтоб ты так снял напряжение то есть по природе так устроено повторяемое движение снимает напряжение это я вычислил поэтому мама ребенка качает и в зависимости от того насколько напряжена на ту чаще качает а медленно качает повторяем и движение снимать напряжение и он стал трястись он стоял трассе трассе пару минут потом я говорю садись он сел потом мне говорит суши а почему все так не делают я грачу случилось а он говорит да ягод теперь уверен ягод пойду и будем гоняться почему вы все так не делать его пашу не знает это ваша инстинкт нам всегда подсказывает что надо делать а в школе нас этому не учат и вот сейчас только в этом году в девятнадцатом году точнее учебники по физической культуре до десятых одиннадцатых классов профессора матвеева анатолия петровича моего товарища как раз таки лежит там наша синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ так что люди будущего вот начиная сейчас уже потому что их педагоги по физкультуре будут им это давать они будут более здоровые счастливые чем мы повышение смогут инстинктивные реакции которые возникают при стрессе при страхе при боли использовать себе на пользу хасай вот говорят человеке будущего но у нас сейчас я так понимаю что у нас все идет от произвольно да и меня на самом деле это волнует горе все таки человеке будущего ведь да он научится наверное там справляться своими какими-то эмоциональными нагрузками с таким даже элементом как страдание но вот я чем дальше да там по жизни живу тем больше понимаю что вообще отсутствие страдания дело человека эмоционально тупым то есть вот скажи мне пожалуйста по твоему мнению все таки наверное все же тут человека будущего останется и сопереживание и вот эти вот страдания чего исключать я почему на это делаю упор потому что они как раз таки ведут тому что да когда он описывает харари там будущее счастье человека игры что такое счастье это отсутствие боли отсутствие страданий и значит получение удовольствия то есть так они у себя для себя там вычислили но я для себя так представлена секунду что если хотя бы на секунду представить себя человека который вот перестанет страдать пристанет чувствует перестанет ну испытывать скажем тогда он же это же это же будет не совсем человек или все-таки там вот какие-то другие вещи истинно в контексте поэтому отдельно вырванная фраза всегда трактуется по-разному вопрос заключается в том что конечно человек без страдания жить не может потому что страдание это опыт без опыта он жить не может другое дело чтобы страдания не было выше сил человека поэтому любая боль которая не выше сил человека она его развивает это боль которая выше его сил она его разбивает вопрос следующем чтобы делать себя крепче и чтобы делать себя мудрее чтобы любую боль можно было превращать в средство трамплина для нового творчества вот это я придумал и поэтому наша школа функционирует на этой основе как использовать даже страх боль использовать себе на пользу и вот сегодня когда происходит цифровизация когда люди попали в неопределенность люди которые в этой неопределенности которые учились старой школе а школа вся в мире построена на основе повторение мать учения повторяю чтобы не забыть и повторяю чтобы там даже такой мысль так может такую фразу сказать она может стать знаменитой сегодня характеризующие наше время обучения который не подходит это шаблонное мышление которое в неопределенности не работает она знаете какое она такое не понял выучи то есть она учит наша школа вообще существующая мире учит непонимание а запоминание повторению подражание у нас на более древнем инстинкте подражательного рефлекса подражательный рефлекс создает из кумиров создает авторитеты создает сказано чтобы люди не подчинялись авторитетом а думали своей головой потому что чтобы развивать свою голову нужно еще одно одно правило вот это повторение мать учения степ-бай-степ так сказать шаг за шагом который идет вот есть еще новое правило дополнительное к этому принцип подбора путем перебор перебора соединить с принципом обучения на основе повторения соединить что бы вырабатывала школе не только шаблоны мышления которые в условиях неопределенности не срабатывают человек теряется ним начинает манипулировать те которые говорят более уверенно потому что инстинкт восприятия работает так если человек говорит уверенно значит он понимает что он говорит и поэтому нами начали манипулировать его то о чем ты говоришь вот это швабовская теория и так далее они как раз таки говорят об этом что человек так устроен что им можно манипулировать что он нуждается в каком-то исполнительстве и так далее вот старая школа рождает исполнителя поэтому как только всем сказали что надо вот так делать все проголосовали что вот так надо делать сказали надо делать по-другому весь мир так устроен потому что школа старая повторяй а эта школа дополнительная принцип подбора путем перебора например например я скажу что это вот физкультура миллион существует упражнение оказывается действует только те на конкретного человека который точно соответствует его текущему состоянии в моменте оказывается человек инстинктивно он их так и выбирает из йоги он их так выбирает из цигуна так выбирает из других методов так выбирать именно то что ему подходит как ботинки по размеру он делает примерку жизни отбор так сказать профессиональный и вот он говорит я йога занимаюсь я люблю из йоги такие-то упражнения такие-то а вот эти мне не подходят их потом буду делать но он выбирает себе какие-то определенные примеры я это озвучил то что люди инстинктивно делать я сказал представьте себе миллион упражнений и делайте те которые вам хочется сделать и дал критерии вместо гуру вместо тренера я дал критерий научный подбирай то что делаешь без усилия и хочется продолжать я дал этот критерий индивидуального подбора и теперь человек берет вспоминает любые упражнения какое ему хочется оттуда сделать без усилия он начинает делать три систем например или вот так делать или вот так делать или вот так делать я вычислил пять упражнений которые среднестатистические люди чаще всего делают это хлёст когда человек например воду прыгает он так делать чтобы снять зажим потому что при этом когда он хлёст делает у него верхушки легких сходится расходится идет накачка крови кислородом шейная разгрузка происходит зажим снимается и потом прыгает в воду но уже не знает о том что этот хлёст можно сделать и не только перед прыжком в воду а перед экзаменом например перед встречей например перед выступлением например или другое упражнение шалтай болтай вот человек стоит вот так вот это все знают дети так делают шалтай болтай и думают о своем это снимает стресс потому что повторяемые движения снимают напряжение шалтай болтай все дети делают так если оказывается это сделать осознанно перед каким-то мероприятием человек снимает нервномышленные зажимы например завтра выступление вот у меня был человек оперный певец он говорит вот я неделю болела у меня будет встреча должен петь ягод нервничаю я не знаю как быть я говорю слушай ну встань вот сейчас он стал я говорю представь что ты перед залом и сейчас будешь петь и я смотрю он кулак сжимает я говорю ты чё делаешь он говорит а чё я делаю он даже не обратил внимание ягод и кулак сжимаешь ягод ну-ка из кулак сжимай несколько раз подряд и сильнее он начал сильно сильно сжимать кулак я говорю а теперь снова представь что теперь аудитории он это теперь я не боюсь то есть инстинкт ему подсказывал а он не знал его в школе не учили этому чтобы обратить внимание какие реакции хочется сделать в условиях напряжения при стрессе страхи боли и сделать их этому не учили то есть синхрогимнастика если человек пять минут за закрытыми дверями будет делать все что он хочет орать хочет ори ногой топать хочешь топай петь хочешь пой колотить начальника хочешь воздух колоти а это же есть бой те стене у которой любой тренер боксера учат своих питомцев больше не просто он не знал о том что это полезно для всех а не только для боксеров то есть я хочу сказать что все то о чем я говорю что есть синхрогимнастики в синхрометоде ключ во всех методах мира рассыпаны как звездочки просто я их собрал воедино и сказал учитесь быть детьми будьте как дети спасетесь а что это означает закрой дверь на пять минут чтоб тебя никто не слышал не видел иначе тебя отвезут и будут лечить и делай там все что ты хочешь как дети как ребенок бесись хочешь беситься зевать хочешь зевай плакать хочешь плачь петь хочешь пой танцевать хочешь танцуй на лыжах хочешь ходить это у меня лыжа нету а я город и делай движение как будто ты на лыжах таким образом рождаются упражнения которые соответствуют конкретному человеку в моменте а подбор этих упражнений подбор этих упражнений оказывается развивает творческий подход к жизни творческое мышление этого вчера не знал никто а сегодня начинают знать поэтому наша школа существует поэтому называется человек будущего школа человечности потому что оказалось что человечность и изобретательность это связанные вещи человек разумный вот у вас школа здравого смысла вот поэтому мне очень приятно я с тем что мы теперь соединились и будет новый качественный всплеск разума сохранение разума на планете мы вместе сделаем такое чего до нас никогда не было дай бог у меня еще один вопрос коса есть вот ты рассказал так ну с любовью с такими хорошими очень чувствами про дедушку про бабушку скажи пожалуйста вот в становлении твоей методики насколько важным было твоего ну скажем так воспитание вот ну я не хочу сейчас прямо опять ну перед тем что вот именно дагестанскости нет а вот именно в семье такой вот традиционный где скажем так любой безусловно это я просто знаю по себе тоже то есть есть любовь но есть при этом требовательность есть при этом целью но грубо говоря указания до определенные ведь вот то что сейчас допустим рассказывал про бабушку это же говорила о том что да вот любим но при этом она же прекрасно понимала что если вы не научитесь труду то вы будете там людьми скажем так да ну не совсем состоявшимся то есть вот и тем более что сейчас почему эта тема важна потому что сейчас все апеллируют духовно-нравственным там основам к традиционным ценностям туда-сюда я был недавно на одном кругом столе значит гуманитарном университете большие профессора собрались доктора там все прочее и на на самом деле это вопрос а как их определить вот эти вот традиционные ценности вот эти духовно-нравственные основы слов то много а вот грубо говоря вот записать чтобы было понятно на что ориентироваться я так понимаю что у школы ключей есть ответы на эти вопросы вечные ценности это инстинктивно все понимают это сопереживательность это любовь сопереживательность сострадательность это потребность быть самим собой потребность в развитии потребность в творчестве потребность сотворчестве содружестве вот и вот они нравственные ценности это есть духовное развитие ничего там выдумывать не надо это естественное начало человека потому что человек по своей природе сам он хороший когда у него нет стресса нет боли потому что когда стресс есть ему ни до кого ему надо спастись когда болит зуб или голова на стенку лезешь и ты не думаешь о человечестве ты думаешь как выжить а когда ты в нормальном состоянии когда стресс у тебя снят ты начинаешь восстанавливать себе вот эти естественные качества я проведу один пример у меня в болгарии на курсе была одна женщина она говорила я горит такая вредная я горит пока кому-то шпильку не вставлю ягодцы нормально не чувствую после того как она потряслась после того как она сделала идиомоторные приемы по ключу она села и говорит боже мой я вас всех люблю она стала нормальным человеком то есть по существу когда человека думает о духовном развитии он сейчас это путать с религией он часто путает сама религией между прочим повторяемые действия это молитва она снимает напряжение то есть то о чем я говорю лежит не только в системах оздоровления но и в религиях лежит это общие такие вещи они все всегда делают это религиозные люди таким образом снимают стресс молитвы повторяют раскачиваются они вот они все это делают это в народной культуре это существует все это есть природе просто я сумел собрать осознать и в компактном виде выдавать вот только всего потому что я наукой занимаюсь я психофизиолог только в этом дело все это существующие вещи ничего нового я не создал я не придумал я просто собрал то что есть через осознанность потому что вот был ко мне вопрос сейчас как вот эти вот дома традиционные ценности моя мама была педагогом филологическим филологического факультета была деканом филфака педагогического института махачкалы 25 лет папа мой был руководящий работник там свое время он девятнадцать лет пошел на войну вернулся капитаном весь в орденах медалях и пьяницей война не дай бог нам знать что там происходит или для него святой праздник был 9 мая вот он надевался это выходил для мамы черный день был когда папа выпивал потому что папу нести на плечах но представить себе она педагог муж пьяный на плечах несут мы сначала жили на котровой потом жили на улице гаджиева 3 томе писателей а вот доме писателей на пятый этаж его тоже на плечах поднимать а потом когда номер его точно также не сли на плечах потому что очень любили потому что папа был мой очень такой естественный искренний человек и многим помогал и вот в такой среде я родился с такими папа и мама это такой кошмар когда мы были маленькие мама даже несколько раз собирала нас детей меня два брата еще нас трое сыновей мама я она говорила можно разойтись папой а мы же не понимали ничего этого маленьких детям и когда что ты мы так любим папу ну зачем как это расходиться давно потом мы поняли что переживала мама то есть это очень сложный механизм близких родных отношений потом значит момент такой был что я всегда с детства любил мечтать я был мечтах свободные а вот по родовой травме видимо у меня родовая травма проблема потому что я утром рано просыпался у меня мушки перед глазами плавали и потом всегда всю жизнь я страдал потому что я когда в школе учился в 1 2 3 5 класса я думал ну когда же перерыв наступит ну когда же там по 45 минут уроки когда же перерыв что можно выйти за дверь и подвигаться видно мне давала это родовая травма проблем а я думал и маме не жаловался потому что я думаю что все дети так как раз и не все дети так одни были проблемные одни непроблемные я был проблемный и поэтому я был очень застенчивый очень зажатый такой вот и поэтому потом всю жизнь вот я в поликлинике например работал на 26 бакет с комиссаров первой поликлиники первого городе объединения махачкала я после института сразу был зав кабинетом иглотерапии и там надо было всем все просыпаться и приходить на пяти минут я сидел такой угромый все время потому что я не доспал а мне она владиславна горит а ты чё грустный такой я говорю вот я когда не досыпаю я плохо себя чувствую она говорит так ты ходи во вторую смену я была мужа что-либо конечно у нас же вторая смена я начал за меня нормальная жизнь я просто хочу сказать что очень много людей таких которые даже не подозревают что у них проблемные есть состояние откуда проблемы и как проблемы и тогда даже не подозревают потому что им это не объясняли никогда мы это все это объясняем и как с этим справляться и вот когда я учился я был мечтательным но папа мне сказал ты пока диплом не получишь ты занимайся хорошо и все и никакие мечты твои не нужны или например я лечу в москву потому что конференция такая какая-то научная там на четвертом пятом курсе я уже наукой занимался а мне во дворе товарищ встречает их четверки ты отсутствовал целую неделю я в москве на конференцию то что ты дурака валяешь тебе что делать дома ничего что среда такая непонятная потому что у меня все время было какое-то несоответствие между требованиями общества которыми находился и тем чаем и я хотел заниматься ну это от рождения у меня я любил фантастику читать я вообще был книжный мальчик сколько я себя помню я все детство подростковый возраст и даже потом лежал на диване читал и читал и читал вот мой брат футбол играла я читал вот сколько я себя потом я перестал читать стал писать то есть вот что-то у меня произошло я для чего это рассказывает ответ на вопрос как вот эти вот отношения родственников а потом я женился потому что я влюбился а влюбился я в таню она на 4 года старше меня было и она русская но хорошо знаешь мы в дагестане живем и вот дружба народов дружба народов а мне 17 лет если мне было 25 ее женился на русской там или это еще бог темой а я в 17 лет почему потому что мои родители совершили ошибку они когда увидели что я в таню влюблен а я ее знал тоже здесь у нас на соседней улице жива они решили нас развести а я стал ее защищать и естественно мама с папой решили меня отправить всего доучивать батлайч батлайч они говорят если ты хочешь мединститут поступить значит тебе аттестат нужен хороший ты если закончишь сельскую школу то ты говорит легче попадешь мединститут я поехал как декабриз выслали учиться в хузовский район батлайч представьте себе я у доски меня вызывает каждый день чтобы учитель мог показать детям сельским как надо хорошо учиться на примере городского мальчика а у меня в голове только танка и что с ней и как с ней что будет с ней они все удивлялись что это плохо учусь там был случай такой когда я каждую субботу когда вот воскресенье не надо идти в школу я ездил махачкалу за 180 километров чтобы в подъезде с ней постоять а потом утром на самолет садился этот летал кукурузник и туда однажды получилось так что я встал пошел в это время значит праздник был какой-то не было ни попутной машины ничего него не было да я пошел пешком я дошел до красного моста это я шел полдня потом я значит уже за красным мостом попутка шла уже по трассе я доехал постоял подъезде и опять вернулся то есть такие подвиги совершал ну как 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 положено влюбленному юноши но так и должно быть потом прошли годы у меня прекрасные дети олен шейла прекрасные дети мама моя говорит слушай ты таню пригласи же наконец чай попить я говорю мама танки говорю слушай пойдем мама просит чтобы ты проходила там и так далее но мы уже взрослый бы а танка говорит но всю кровь из меня выпили этот чай пить ну короче говоря моя мама конечно потом и любила таню и папа мы к ней хорошо главное дедушка мой дедушка и брагим когда танка лежала в больнице он тайком к ней ходил навещать ее до тайком ходил навещать но дедушка так меня любил до дело в том что они не хотели они не были против тани никогда они за меня были вот это же другой подход совершен они были за меня они против нее да потом они боялись что скажут люди потому что например у моей мамы была подружка не буду имя называть очень близкая да когда когда мой сын женился танка моя она но мне подарил там из агрофирма даже директор там был герой соцтруда алберта миссискаус он прослал товарища который мне привез норку какую-то там они там в агрофирме который горбачок назвал фирмы 21 века и норки делали там и грибы делали у них борцы были их потом там тренировал и вот он прислал норки я танке подарил эту норку она на шею надела когда свадьба была у моего сына это тетя подружка мама где говорит моей маме это что ее свадьба что лечо на тут вот это ну короче говоря вот нашептывали маме всякое такое поэтому может такая ну какая есть вот что сделаешь я хочу сказать что я конечно очень много пережил в жизни потому что жениться в 17 лет я когда женился я очень закончил свои слова у меня было в паспорте 51 51 года рождения как положено такое есть сама начальник паспортного стола это единственный случай на планете я так думаю она исправила мне на 50 иди как женись потому что она поняла всю мою трагедию а потом естественно через два года когда паспорта меняли я опять стал 51 там так что у меня все в порядке но я этой женщине кстати русская была женщина я просто на нее молюсь потому что так помочь так понять так сопереживать вот это есть нормальность человеческая вопреки всех формальности она мне позволила жениться на любимые девушки родить у меня дети вот такие вот у меня уже внуки и у меня есть правнуки дай бог дай бог здоровья ну прошел я тяжелую потому что и в науке я все время был первый я учил и психологов мчс учил психологов минобороны психологов мин образования потому что я создал методику но я же выводил без слани из острого стресса детей взрослых в каспийский после взрыва дом пограничников без слани под дважды я был потом я там учил их специалистов потом я в кизляре кто меня работал до генерго до генерго я обучал монтеров релейщиков диспетчеров снимать стресс у гамзатова там потом ездил по района всем потом две команды которые готовил на всероссийские соревнования по профессиональному мастерскому учу байси там там было 16 команд две команды которые я подготовил обе первое место за ними уже я научил их средств снимать и уверенность себе повышать а у них очень серьезная работа там диспетчер это вообще там аварии какие-то чтобы они голову не теряли я я я их учу потом я работал с микрохирургии глаза у профессора федорова готовил хирургов 400 хирургов я подготовил чтобы они на конвер не уставали и я готовил больных на конверную операцию чтобы они не боялись и 30 процентов этих больных обходились потом на операцию без применитации но это вот так вот а пока я шел к этому пока шел к этому постоянно были сопротивление постоянно потому что я шел впереди и всегда получалось что как сказал однажды великий физик его спросили как относятся ваши современники к вашим изобретением он сказал что этого не может быть а потом следующее поколение он сказал а следующее поколение говорит а как же иначе так же вот хосе но я не могу на это не обратить внимание честно греут вся вот история который ты рассказал а научно опровергает главный 30 сейчас не умничаю просто на самом деле но вот политические реалии таковы что этот тезис и главный тезис английской политической философии до гопсовский о том что человек человеку волк но с этого все началось то есть если вот взять скажем так выстрелить человек человеку волку все что ты рассказываешь это вот но опровергает буквально теории хотя но там грубо говоря вот но на этой теории многое что строится и мой вопрос ну скажем может быть это будет и завершающий вопрос наш все-таки человек человеку волк или человек человеку бра две вот этих вот такие вот два мощнейших тезиса две диалоге мы скажем так противоречивые то есть вот волк может быть если он не выспался родовая травма если он находится в стрессе более в страхе а если он нормальном состоянии человек человеку брат и я могу сказать о том что вот методика хасая ли его она как раз таки помогая снимать вот этот вот стресс вот эту боль вот это вот скажем так агрессивность какую-то да внутри человека она в общество по человечего человека в конечном итоге у нас волка превращается человека это может такой вот сделать правильно конечно это 100 процентов и я это доказал потому что я же вытаскиваю людей после войны сейчас я же вытаскиваю людей которые храму геронки стоили сюда марс 500 готовил это же тоже испытание было они там пару лет сидели в изоляции чтобы они не поругались между собой тоже испытание было потом я готовил подводную лодку курска к подъем я же готовил военный персонал я же ездил туда я даже медаль за это получил за укрепление боевого содружества я вам точно могу сказать мои слова они подкреплены делами я могу сказать что человек по своей природе хороший человек по своей природе творец просто ему вот эти две проблемы зависания в стрессе и вот проблема я еще могу сказать воспитание неправильно поэтому я добавил туда второй принцип подбора путем перебора чтобы люди могли развивать у себя чтобы с головой дружили я поед сам могла но поэтому на школу здравосмысла называется потому что когда чудо дружит с головой все таки-то да здравосмысла присутствует и наверное уж совсем завершающий вопрос говорим про школу говорим про то что она существует есть методики и все прочее как найти мы конечно дадим то есть то есть я дам в под этим видео там ссылки на твои ресурсы на школу на там на книги на статьи которые там выпускать все проще но ты если человек допустим захотел ну скажу помочь себе ходе степи то есть куда обращается что делать все проще то есть есть какие-то ресурсы куда может позволить я не знаю там написать я только сейчас выпустил ролик вот буквально пять минут назад я говорю срочная психологическая помощь для тех кто в сильном связи срочная помощь за минуту за две я могу дать совет как снимать стресс я сейчас жду когда мне будут писать в асапе там будут писать кому нужна эта помощь обращайтесь ко мне все за две минуты я вам помогу потому что я создал новую технологию сейчас которая срочная помощь и психологическая поддержка такая до до этого я это пробирал уже на многих людях и поэтому я это даю и пожалуйста кто хочет научиться снимать стресс пожалуйста пусть выходят у нас был бесплатный ликбез такой который регулярно шел два раза в месяц туда в зум выходили люди и там делились вопросами обменом опытом у меня в школе есть почетные участники которые уже метод знают хорошо которые помогают я ими горжусь у нас школа вообще и книга у меня последняя которая вышла сейчас покажу там уже они все со своими именами со своими фамилиями они там есть да это же целый организм то есть это школа необычная и вот значит сразу стран мира у меня дело дело в том что я свое время работал в электронной промышленности где я создавал учебный центр саморегуляции на базе комнаты психологической разгрузки вот у меня значит микроскописты у которых очень интенсивная зрительная работа монотонная или проблема они два года работали а потом должны менять профессию или переходи свод я был молоденький такой и и вот у них датчики на руках стоят и вот это восьмидесятый год я после центра подготовка спонах туда был приглашен в армению двадцать пять тысяч человек которые работают микроскопами все ходить в эту комнату психологии не могут я научил их чтобы они на рабочих местах у себя снимали напряжение это я теперь даю всем людям которые где бы они не находились какой стране бы не находились они могут научиться а вот так чтобы срочную помощь пожалуйста пусть васап пишут нуждаюсь помощи я бесплатно тоже две-три минуты я даю методику и человек снимает напряжение вот во вьетнаме мне парень прислал мой ученик специалист прислал книжку свою во вьетнаме его кстати зовут хай да он прислал свою книгу и там тоже ключ я из вьетнама потом я получил это самое в париже в париже бренд 5 российских авторов в париже получил такой этот как называется ну ну короче знак такую почетный там горбачёв потом значит шевернадзе потом то ли карпов еще кто-то я то опять очень-очень много книг и это для рекламы говорила чтобы зритель который вдруг у нас новичок будет смотреть чтобы он понял что я небохвастен занимаюсь а я корифей отечественной науки о преодолении стресса о преодолении стресса я хочу еще раз подчеркнуть мы же сегодня не о методе как говорили да 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 сегодня о нас нас говорили людях я хочу подчеркнуть что есть момент очень важный что в человеке у самого генерируется в инстинктивная защита но к сожалению школе людям не объясняют и человек это подавляет это первое второе человек подавляет себе творческое качество а когда человек не позволяет себе творить он начинает пить водку потому что это могучий потенциал в человеке в генетике всех стадий предшествующей эволюции все дедушки бабушки там до адама у него все в генетике этот потенциал могучий требует разрядки а он себе не позволяет или ему не позволяют или считает это ненужным бессмысленным и так далее и этот вот груз такой мощнейший который должен вот происходить производить ценности когда он у себя блокирует у него болезни появляются у него появляются вот неврозы страхи водка появляется наркотики появляются из-за того что он как человек творец себя не реализует а я всем показываю как узнать какие у тебя творческие качества о которых ты даже не подозревал и открытся если ты начинаешь в этом развиваться у тебя постепенно и деньги начинают появляться таким образом решается компромисс как быть духовного развития и материального поддержания для этого надо нам встречаться несколько раз не вопрос вообще нет и я вчера что мы наконец-то этот шлюз скажем так открылся особенно мне поразило то что мы что в один день оказывается родились мы рыбы как сложилось хотя и спасибо огромное за эту встречу за этот разговор мы сделаем регулярными я думаю что будет очень ну и много вопросов будет и будет реакция очень положительная и самое главное сохранить себя господь дай бог как говорится здоровье это самое главное и спасибо тебе огромное я просто очень горжу спасибо твоя школа очень мощная полезная я вот сам смотрю я просто хочу сказать слушателям как бы не интересны были масоны тамплиеры и всякие проще скажем так сущность и честно вам скажу что нет ничего интереснее для человека чем сам человек поэтому те люди которые занимаются этим вопросом для меня всегда но я в медицинское образование имею на психологическое образование получил но для меня именно врачи вот психиатры скажем так то есть это это конечно выше пилотаж то есть это люди которые уже ядовица конечно конечно для не учился рисовать я член союза художников и так много выставок было и так далее мой сын олен тоже не учился рисовать тоже член союза художников много выставок было тогда я что хочу сказать что творчество это не рисование не пение не танцевание творческий подход это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей вот если ты позволишь мы на следующей встрече покажем и расскажем как открывать свои творческие качества как стресс снимать и его использовать для решения тех вопросов которые раньше человек решить не мог договорились это анонс нашей будущей передачи с тобой следующее по тебе огромное тебе спасибо рад был видеть всего доброго внимательно скорей встречи до скорой встречи до встречи